Большой обзор нас ждет сегодня. Кроме игр 33-го тура, состоялись некоторые перенесенные поединки в чемпионате Англии. Не забывайте ставить лайки. Вулверхэмптон победил Манчестер Юнайтед. Хорошо, что Сальскияйра уже утвердили. Для его команды это уже третье поражение за месяц. Кстати, в марте в кубковой игре Вулверхэмптон с таким же счетом победил МЮ. Прям гроза авторитетов. Отметим еще удаление Янга. Уотфорд в 33-м туре разнес Фулхэм 4-1 и отправил Дачников в чемпионшип. Второй клуб официально вылетел. Этот проигрыш стал для лондонцев девятым подряд. Можно выделить Трое Динни, который отметился в чемпионате уже в девятый раз. Он лучший бомбардир Уотфорда. Тоттенхэм на новом стадионе одержал первую историческую победу 2-0. Обыгран столичный Кристал Пелес. Это был поединок 31-го тура. Гости почти не сопротивлялись. Развязка настала во втором тайме. Первый гол на новой арене принадлежит Сонхен Мину. У Эриксона гол плюс пас. Уже 6 игр при своих болельщиках не уступает Тоттенхэм. Челси берет верх над Брайтоном. Команда доиграли свою встречу, которая должна была пройти еще в рамках 27-го тура. Гости также особо ничем не запомнились и уступили в третьей игре подряд. Азар отметился в Премьер-лиге уже в 14-й раз и на его счету еще голевая передача. Далее только встречи 33-го тура. Манчестер-Сити Кардив 2-0. Второй тур к ряду. Манкунянцы побеждают аутсайдера с таким скромным счетом. Наверное, берегут силы перед Лигой чемпионов. В этом поединке также отметился Биль Гейтс. Де Брюйна провел свой второй гол в чемпионате. Через три дня Манчестер сыграл в кубке и победил минимально Брайтон. Ливерпуль на выезде взял 3 очка. В поединке с Саутгемптоном команда увеличила свою беспроигрышную серию до 14 матчей. Однако уже 5 поединков обязательно пропускает. Отметим Салаха, который не забивал на протяжении двух месяцев. В итоге 1-3. Лестер в гонке за Еврокубками также в гостях одолел аутсайдера Ходерсфилд 1-4. Хозяева уже также не спасутся. Они еще после прошлого тура получили понижение в ниши дивизион. Варди оформил дубль, которых в туре было мало. Победная серия Ли составила уже 4 матча. Кристал Пелос в рамках 330-го тура сыграл с Ньюкаслом и выиграл 0-1. Меливоевич. Настоящая находка. Серп отмечается регулярно. Для него это уже 11-й мяч. В последний раз команда побеждала Ньюкасл еще 3,5 года назад. Еще одна победа гостей. Берли со счетом 3-1 обыгрывает Бормут, хотя забивает в дебюте свои ворота. Однако Барс позже исправился и забил уже в нужные ворота. Обе команды практически гарантировали себе прописку в элите на следующий сезон, если не произойдет форс-мажора. Эвертон принимал Арсенал. Канонеры подходили к матчу не в самом оптимальном составе, но 3 победы к ряду придавали им уверенность. События в игре развивались так. На 10-й минуте встречи Риски разыгрывает аут словно угловой. Джагелка воспользовался неразберихой и протолкнул мяч в сетку. Арсенал нанес первый удар поворотом на 38-й минуте и он стал единственным за тайм. Во второй половине Эвертон также был поинтереснее и довел матч до победы 1-0. Матч Челси и Вестхэма назначен на понедельник и Тоттенхэм с Брайтоном сыграют аж 23 апреля. 12 апреля состоится следующий полноценный тур. Лестер, Нью-Кассел, Тоттенхэм, Хаддерсфилд, Саутгемптон, Вулверхэмптон, Фулхэм, Эвертон. Кардиффу нужно обязательно брать очки с Берли, чтобы спасаться из зоны вылета. Далее Брайтон, Бормут, Манчестер, Юнайтед, Вестхэм, Кристал Пэлэс, Манчестер Сити, Ливерпуль опять ждет испытания с Челси, Уотфорд, Арсенал. В таблице, как и прежде, красные переезжают Сити на 2 очка. Однако у команды Гвардиолы игра в запасе. Тоттенхэм 3-й, Арсенал на 4-й строчке, Челси обходит МЮ. Внизу таблица, на 18-м месте Кардифф, а вот Фулхэм и Хаддерсфилд уже покидают элитный дивизион. Небольшое движение есть в списке лучших голядоров. У Гойра 19 мячей, у Салаха 18, у Кейна, Бамиянга и Мане по 17, у Стерлинга и Варди по 15. На этом все, ставьте лайк, если понравилось. До следующих выпусков!